Многих интересует, как живет и чем занимается на судне капитан. Ну что же, я капитан, и у вас есть возможность увидеть один день моей работы и жизни. И если вдруг вы подумали, что капитан это какой-то бог, не касающийся земли, то вы ошибаетесь. На борту я всего лишь второй после бога. Поднимусь к торповому на вахту. Возможно, придется внести коррективы палубной работы. Они запланированы еще со вчерашнего вечера, но погода может носить свои коррективы. Прогнозы прогнозами, а по факту может быть совершенно другое. Эта должность кардинально отличается от любой другой. Ведь только должностные обязанности капитана начинаются с его прав. И звучит это право так. Капитан имеет наивысшее преобладающее право или власть в принятии решений, необходимых для обеспечения безопасности его экипажа, судна и защиты окружающей среды. Даже если это выходит за рамки описанных процедур и safety management system. Также капитан может попросить помощи компании, если есть такая необходимость. В 8 утра смена вахт и скоро старпом выйдет на палубу, проконтролирует палубные работы, а после займется своими бумагами. Я же займусь перепиской, затем оформлю парочку своих бумаг. После этого за компьютер сядет третий помощник. Все больше и больше нас пытаются превратить в каких-то офисных работников, заваливая бумагами. А ведь есть еще судовождение. Нужно согласовать работы со старшим механиком, с электромехаником. Опять-таки оформить бумаги, да и само судовождение никто не отменял. Да, это часть обязанностей капитана согласовывать работу всех департаментов. Капитан также является представителем компании. И поэтому общение с фрахтователем, судовладельцем, береговыми службами тоже часть непосредственных обязанностей. Времена, когда, можно было сказать, когда приду тогда и приду, давно закончились. Сейчас должно быть все четко и в срок. Так чем же все-таки отличается эта должность от всех остальных? В 96-м году я был вторым грузовым помощником. И мы подходили с Черного моря к Босфору. Капитан на тот момент в должности был всего лишь третьи сутки. Он поднялся на мостик и произнес следующую фразу. Когда я был Старпомом, Босфор казался огромным просто конем гуляй. А сейчас маленький. И я почувствовал абсолютно то же самое, когда стал капитаном. Да, со временем Босфор расширился не до Старпомовских, а до нормальных размеров. Часть бумажной работы сделана. И есть возможность пройтись по Павлоге. Так почему же таким маленьким первый раз показался Босфор? А все дело в ответственности. Пока ты Старпом, как бы тяжело тебе не было, ты всегда можешь спросить. А вот будучи капитаном, все решения и вся ответственность на тебе. Тебе некого позвать в критической ситуации. Да, до таких ситуаций лучше не доводить. И это тоже работа капитана. Отвечает капитан в буквальном смысле за все. И за состояние судна, и за организацию работ. Вот являюсь представителем компании за подписание договоров на перевозку, за загрязнение окружающей среды, разлив нефти. И ответственность, кстати, в основном уголовная. Но существует и материальная. Так вот из того, что коснулось именно меня. Несмотря на досмотр до отхода, после отхода, и на следующее утро, после отхода из Африки, хорошего черного парня, 100ВВ, мы не нашли. Так вот, по окончанию контракта, когда я был уже дома, получаю письмо с компании с благодарностью за работу и объяснениями, почему мой бонус отличается на такую большую сумму. Ну что же, сам виноват, наверное, не смог организовать. Традиции разных народов не особо отличаются в отношении к капитанам, да и в отношении к своей должности самих капитанов. Хорошим примером тому может служить история, как Александр II награждал капитанов приазовских греков после окончания Крымской войны. В то время на Черном и Азовском морях было огромное количество шаланд, небольших парусных суденышек, 8-12 метров длиной. И владельцами их, и, разумеется, капитанами, были греки. Во время Крымской войны они оказали огромную помощь русской армии, и император решил наградить самых достойных из них. В большинстве случаев владелец этой шаланды сам становился капитаном и нанимал десяток человек, которых называли просто ребята. Так вот, Александр II забрал для награждения этих капитанов, а в русской армии было принято здороваться здоров ребята. На первое, здоров ребята от императора, гробовая тишина, никто не ответил. Не ответить императору на приветствие, это огромное оскорбление. Вторая попытка тоже не увенчалась успехом. Обстановка накалилась до предела. И тут самый смелый из греческих капитанов сказал, ваше величество, здесь нет, ребят, здесь все капитаны. Александр II был человеком неглупым и достаточно добродушным. Он все сразу понял и поприветствовал их здоров капитаны. Ну, ответное приветствие было таким, что чайки перед тем, как взлететь, пожалуй, что выдали дневную норму фекалий. Ну, вот и пришло время обеда. И какая-то часть работы уже сделана. Полдень. Время составления и отправки нун-репортов. Это отчасти похоже на церемонию китайского чаепития. Все действия четкие, выверенные. И никто никого не ждет. Жаль, что дома так не получается. И пока весь второй помощник занят расчетами и оформлением, на вахте нахожусь я. Затем я сяду за компьютер, а он вернется на вахту. Без внимания мы не оставляем судно ни на одну минуту. А теперь давайте разберемся, что же одинакового, во всех должностях, да в общем-то и во всех профессиях. Наше общество устроено так, что мы обмениваем какой-то свой товар на деньги. А затем деньги на товары других людей. Да, кто-то продает арбузы, а кто-то свои знания, умения и опыт. Причем, чем более редкий или уникальный товар вы сможете предложить, тем больше будет его стоимость за единицу времени. А теперь давайте посмотрим, что нужно сделать для того, чтобы стать капитаном. Пять с половиной лет учебы, сдача госэкзаменов и защита диплома. Вы получаете учебный диплом. 12 месяцев плавценза, все сертификаты, сдача экзаменов и вы получаете диплом штурмана малого плавания. Как минимум 18 месяцев плавценза в должности помощника, сдача экзаменов и вы получаете диплом штурмана дальнего плавания. 36 месяцев в должности помощника, либо 24-12 из которых в должности старшего помощника. Дополнительные сертификаты, сдача экзаменов и вы получаете диплом капитана дальнего плавания. Причем это не гарантирует вам должности. С Тарпомом я отработал 7 лет, 3 или 4 из которых работал уже с дипломом капитана дальнего плавания. Я не знаю суда владельцев, которые бы рискнули взять капитана, человека со стороны, еще и без опыта работы. Чтобы получить эту должность, вам нужно поработать в этой компании и еще и хорошо себя зарекомендовать. И только после этого, может быть, вам доверят судно. А затем вы получаете опыт, работая уже капитаном. И цена вашего товара еще возрастает. Могу ли я обойтись без любого из помощников? Легко. Потому что я знаю эту работу и работал в каждой из этих должностей. А могут ли на судне обойтись без капитана? Сомнительно. Потому что никто из помощников не работал в этой должности. И даже те, кто имеют диплом, не знают и даже не представляют себе этой работы в полном объеме. Немного времени теперь можно потратить и на себя. И возвращаясь к разговору о товароденежных отношениях, я хочу подчеркнуть, что тот товар, который предлагаю я, пусть не уникальный, но достаточно редкий. Да, он не требует таланта, но требует огромного вложения усилий и времени. Ну что же, заряд бодрости получим. Продолжаем. Еще немного бумаг и переписки. Также капитан может выполнять роль нотариуса, констатировать рождение или смерть и в отдельных случаях заверять завещание. Старпом приходит на вечернюю вахту, а я вновь выйду на палубу. День подходит к концу. Проверим, выполнены ли запланированные работы. Сейчас мы идем в северной части Бискальского залива. С погодой нам очень повезло. Мы как раз попали между двух циклонов и поэтому на попутном ветерке спокойненько себе бежим. И пока весь погода позволяет, меняем феридон обрашпеле, ремонтируем клапана балластной системы. Работы, в общем-то, серьезные и могут быть выполнены только по хорошей погоде. День сегодня действительно очень спокойный и для видео я специально выбрал именно его. Да, вы не увидели чего-то действительно серьезного и сложного, прохождение проливов, опасных расхождения судами, швартовок, ковралов. Уже буквально завтра мы начнем готовить приходные документы. Затем нас ждет приход в Дакар, швартовка, работа с властями. Там же мы ждем класс сервейера, выгрузка, балластировка, много суеты и беготни. Затем будет подготовка к следующему рейсу, миллион расчетов, мойка трюмов. И даже не особо сложные дни, просто когда с компанией или от фрахтователя идут десятки сообщений, элементарно не хватает времени все это снимать. Да, при моей работе не приходится поднимать каких-то тяжестей, либо находиться сутки на морозе или под палящим солнцем. Но бывают времена, когда очень сильно выматываешься и физически, и морально. И просто ни на что не хватает сил. Да, у капитана самая высокая зарплата на судне. Но поверьте, даром деньги никто не платит. Если сегодня я еще могу провести день, можно сказать, в свое удовольствие, это абсолютно не означает, что так же будет завтра и послезавтра. Тем временем возвращаемся с палубы. 17 часов, и нас ждет ужин. И, кстати, хочу сказать, что с поваром нам на самом деле очень повезло. Отправим еще одну бумажку и спланируем с чифом работы на завтра. Именно в отношении должности капитана у многих людей проявляется эффект даннинга Крюгера. А это метаконетивное искажение, которое заключается в том, что люди, имеющие низкий уровень квалификации, делают ошибочные выводы, принимают неудачные решения и при этом не способны осознать свои ошибки в силу низкого уровня своей квалификации, что приводит к возникновению у них завышенных представлений о собственных способностях. Высококвалифицированные же люди склонны занижать оценку своих способностей. Другими словами, чем меньше ты знаешь об этой работе, тем проще она тебе кажется. И наоборот, чем больше ты об этой работе знаешь, тем больше возникает сомнений.